Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем приходить в Urban Nightmare. Итак, у нас там дверь с кодовым замком и, соответственно, пароль для него в этой подсказке. У нас тут есть квадратики, каждая грань обозначает цифру, то есть от 1 до 4. В данном случае это 2, 1, 4, 2, 3, 1, 214, 231. 214, 231, замечательно. Опа, эй, эй, убирайтесь из моего дома. Хватит. Спокойно, все под контролем. Ага, вот и ключи. Значит, мы все правильно сделали. Натали. Все в порядке. Только рана воспалилась, и у тебя температура. А, студентку медицинского не обманешь. Меня укусила одна из этих тварей, наверное, занесла какую-то заразу. Про лекарства в этой дыре можно сразу забыть, от них будет только хуже. А я не отказался бы от обезболивающего. Глянь-ка, это же та сука. Подожди минуту, я сейчас. Это тень. Тебе ведь хочется быть такой, как Марсель? Он бы себя в обиду не дал, от кого угодно поставить на место. Они этого заслуживают. Почему меня никто не любит? Почему они не помогают? За что так относятся ко мне? Ты бы хотела отплатить им той же монетой? Нет, я бы не смогла. Лжош. Сколько раз ты хотел отомстить? День за днем представлял, как отпратишь ей за все обиды. Откуда ты знаешь, кто ты? Так, кто ближе к тебе, чем ты думаешь. Я не верю тебе, об этом не знал никто. Хватит разговоров, пошли. Отпусти меня. Чего ты от меня хочешь? Я просто дам тебе один совет, в виде исключения. Ты тогда почувствовал эту границу, правда? И знал, что ее не стоит переступать. Но ты все равно шагнул через нее. Там голоса. Я нашел Йозефа, он лежал без сознания, со сломанным плечом. Это их рук дело. Кажется, они вообще ничего не боятся. Что же нам делать? Мы и так слишком долго терпели это. Пора их остановить. Ты прав. Я согласен. Что ты предлагаешь? Нужно выследить их. И когда найдем, просто убьем этих ублюдков. А, то есть она подслушала, да? Этот разговор. Так называемый. Ух ты, ни хера. Знаешь, что это был за звук? С таким звуком обычно ломаются обе берцовые кости в голени человека. Нет, пожалуйста, не надо. Что я слышу? Сперва ты спускаешь на меня своего пса, у которого в пасти столько микробов, что теперь у меня вся рука вспухла. А потом делаешь вид, будто ничего не случилось. Нет, таких шуток я не понимаю. Ты так просто не отделаешься. Пожалуй, будет справедливо сломать тебе и вторую ногу. Марсель? Кристина? Постой. В самом деле, Кристина, что ты здесь делаешь? Ты сошла... Ты пошла сюда за мной, я в эту ванючую дыру. Ты совсем с ума сошла? Волнуешься за меня? Я всегда тебе волнуюсь. Ты же в состоянии... Не в состоянии сама о себе позаботиться. У меня рука забинтована. Что у тебя с рукой? Кто тебя тронул? А ты не помнишь? Я... Я все объясню. Очень надеюсь. Я прихожу домой, ничего такого не жду. И что я вижу? Моей девушки нет дома. Где ты была? Я... Я... Я спрашиваю, где ты была? В городе? С подругой? С какой подругой? Я позвоню ей так, что даже не вздумай врать. Со... Со Стефани я не вру. Почему ты мне никогда не веришь? Кристина, пойми одну простую вещь. Ты моя единственная и самая любимая. Все, что я делаю, делаю ради твоего блага. Поэтому, пожалуйста, слушайся меня. Я не запрещаю тебе гулять со Стефани. Просто предупреждай меня заранее. Все ясно? Все ясно? Да. Прости, я тогда вспылил. Следующий раз... Следующий раз? Но я не хотел. Я всегда очень волнуюсь за тебя. Почему тебе просто не делать то, что я говорю? Ни хера себе. Влепил ты ему как. По самой гланды. Хватит с меня твоих сказок. Единственная и самая любимая. Как машина, как лужайка возле дома. Как твои солдатики, которыми ты так гордишься. Ты даже не понимаешь, что я человек и не вещь. Ах, я должен был понять, кто здесь... А что здесь не могу быть, Кристина. Ты, стерва, почти обманул меня. Но только почти. Ты за это заплатишь. Похоже, уже пасут ее, да? А он заметил меня? Наверное, нет. Иначе он бы уже бежал в мою сторону. Я что мне делать? Я не могу пойти назад. Там меня ищут. Но они скоро придут и сюда. Мои ноги как ватные. Я не могу бежать. Куда мне идти? Если он увидит меня, то убьет. Не хочу умирать. Надо взять себя в руки. Проскользнуть мимо, чтобы он меня не заметил. Здесь много ящиков. За ними можно спрятаться. В ближайшее время меню будет недоступно. Так. Аккуратно. Как? Как он пропалил нас? Ой-ё. Херно, если тут кудло целое. Да. И что они будут делать? А, понятно. Бейсбольный бит и по мозгам. Не самый лучший вариант. Далеко не самый лучший вариант. Окей. Управление просто немножечко резкое, поэтому не очень удобно. Так. Ой. Да. Я совершенно не вовремя двинулся. Анбол подождать, пока он повернется. Ну, чего ж поделаешь. Вот эти все экшн-сцены, они, конечно, крутые. Ничего не скажешь. Но они реализованы немножечко посредственно за счет того, что не пропускаются. Слишком длительные, муторные. Так, понятно. Управление резкое. Именно из-за этой резкости достаточно тяжело вовремя куда-то повернуться там. Вы поняли, о чем я, да? А здесь нужно именно реагировать быстро. А с таким неотзывчивым управлением сделать достаточно сложно. Так. Ждем. Это интересно, как мне надо было двигаться. Там огромное пространство между ящиками. Ну, видать, надо было как-то резче все это делать. Значительно резче. Ну, ничего, сейчас справимся. Что можно поделать-то? Специально так все сделали, чтобы было сложнее управляться. Понятно. Опять 25. Будем пробовать, что я могу сказать. Будем пытаться. Не, я не спорю. Я не спорю. Все эти сцены, это круто. Разнообразие убийств тоже замечательно. А, но... Где кнопка скип? Там гейм-овер, допустим. Показывает сцену со смертью. Это ж надо что-то сделать с ней. Так. Хорош. Валим отсюда, да, побыстрее. А, то есть, снова здорова, да? Ну, окей. Так, здрасте. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Здесь нет замка, я не могу закрыть за собой дверь. Ну, хорошо, блин. Валим, 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 валим. Там даже один каскадер есть. Олимпийцы-конькобежцы. Эта дверь тоже не закрывается. Да что ж ты поделаешь? Ну, давай попробуем забаррикадировать. Нормально получилось. Фух. Что-то происходит. А, это они ломятся. Понятно. Что, еще что ли продолжение банкета? Утип. Это просто уже было по инерции. Мне, конечно же, я не пойду в ту дверь, которая была справа. Мы, конечно, пошли в дверь, которая слева. В итоге. Бутылку зачем взяла? А, ты не взяла, она ее просто задела. Так, тихо. Мы правильно взем? Да, да, мы правильно взем. Калитку зачем-то выбили. Эх вы. Засранцы. Гупники. Думаешь, это хорошая идея. А что ты будешь делать, если они войдут с другой стороны? Вы, вы одна из них? Кто знает, кто знает. Не могу тебе ничего обещать. Я давно не видела тебя, Наталья. Откуда вы... Нет, постойте. Она выглядит такой знакомой. О, это же... Это же не Сара? Это та самая, которая не издевала стерва, да? Так, а это Люк и Софи. Я уже думал, что все бросили меня. Мы, наверное, все так думали. Люк, скажи, кто из нас сошел с ума? Я или весь город вокруг? Весь город. Ты ведь тоже видела это. Монстров и тени. И людей. Кажется, здесь все сошли с ума. Я до сих пор не понимаю, что происходит. Этот район занимает не больше пары кварталов. Почему тогда мы ходим здесь уже несколько часов? Потому что они не хотят, чтобы мы ушли. Они? Я не знаю, кто именно. Тени или монстры. А может быть, эти странные люди. Я правда не знаю. Но я уверен, что есть причина, по которой мы тут застряли. Может быть, они не отпускают нас из-за поступков, которые мы совершили в прошлом. Что? Мы ведь попали сюда случайно. Я в этом не уверена. Я даже не знаю, есть ли вообще отсюда выход. Но это уж слишком. Нет, я понимаю твои чувства. Я сам иногда сомневаюсь в своем рассудке. Я не могу объяснить тебе и себе, точнее, ни что это за тени, ни что это за монстры. Я образил их себе. Или они существуют на самом деле, я не знаю. Но, конечно, отсюда должен быть выход. И я найду его. Люк, постой. Переключайтесь между Люком и Софи с помощью кнопки «Одинокий». У каждого из них есть свои способности. Люк умеет ремонтировать электропроводку, а Софи залазит в высокие места. Я тут нашел пара игрушечных раций. Возьми одну, чтобы оставаться на связи. Так. А, так, мы играем сейчас за тебя, да? Давайте попробуем сначала за нее. Мы тут, скорее всего, да. Пожалуйста, можно уже залезть по лиане. Или это не лиана, я не знаю. Какое-то растение, в общем. А здесь ящик с инструментами. Они бы мне не помешали. Можешь скинуть его вниз? Сейчас, погоди минуту. Хочу посмотреть, что там внутри. А здесь кто-то есть. Это же тут мальчик. Боже, его нога. Тебя нужно сейчас же отвезти в больницу. Как она могла так воспалиться? Это ты виновата. Нет, я же не... Ты ее не забинтовал. Ну, у тебя не было чистого плотка. Просто тебе на всех плевать. Ты хотел уйти поскорее. Ты думаешь только о себе. Неправда, я пытался тебе помочь. Пойдем, я отведу тебя к родителям. Ух ты, ебать. Ладно. Я... Я уже не понимаю, где реальности, а где нет. Ну, окей. Все в порядке. На тебе лица нет. Да, наверное. Я видел что-то очень странное. Хорошо. Так. Давайте теперь на... Люка переключимся. Дверь заперта. Объявление проведения каких-то встреч. Кстати, давайте мы сохранимся. Сюда, может? В сети нет электричества, поэтому... Потому что не работает генератор. Если я починю его, лифт включится. А как мне его починить? Лифт не работает. Кажется, в сеть не поступает электричество. Я должен решить этот вопрос. Так, лифт как-то надо починить же. Ведь так... Странно. Гнилые яблоки. Воничное, наверное, страшное от них идет. Несколько пустых коробок. Смотри, лежат старые джинсы. Они грязные. Есть и в пятнах. В пятнах чего? В коробке ничего нет. Пусто. Ничего нет. Так, там люк я вижу. Вентиляционный. Несколько старых журналов о мотоциклах. Так, это что такое? Непонятно. В ящике ничего нет. Софи должна встать перед входом в темную комнату, чтобы сказать, мне включился ли свет. Ага. Так, давайте попробуем. Это здесь, наверное, да? По сути, если здание примыкает к тому. Слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Похоже, что здесь отключилось электричество. Оказалось, очень просто. Так, итак, давайте эту штучку сюда поставим. Вот это вот сюда. Нормально? Нормально. Теперь. Теперь. Далее. Подводим электричество. Вот, замечательно. Угу, отлично. К одной подвели. Вот. Супер. Правильно делаем, я? Да, вот. Отлично. Ага, великолепно. Должно сработать. Так. Я помню этот выпуск. А, это комикс какой-то, или что-то такое. Мы с Тобиасом когда-то купили себе такой же, потратив все свои деньги. А потом написали на последней странице наши имена и пообещали делиться друг с другом всем, что у нас. Тобиас. Ничего не понимаю. Как он здесь оказался? Он же сейчас лежит у меня дома, где-то на дне коробки. Тобиас? Нет, этого не может быть. Это какой-то другой журнал. У меня воображение разыгралось. Больше не буду туда смотреть. Да, жутковато, однако. Пока что все тихо. Но пройти-то мне можно? Или у тебя такая жирная жопа, что нужно заходить вместе? Я никогда в жизни не открою это. Понятно, потому что это надо открывать люку. А ты же загородил проход. Даже если этот люк ведет в подземное хранилище, я все равно не смогу открыть его. Почему? На пауках лежат банки с краской и малярной кисти. Спецодежда. Великолепно. Ящик заперт. Крышка прикручена крупными болтами. Ящик заперт. Все понятно. В общем, тут все закрыто, да? Ладно. Вот она, наверное, сюда надо идти. Ага. Дверь заперта. А у нас нет ключа от нее. Ух ты. Зачем нужна пожарная машина в месте, где даже нет нормальной дорожной сети? Чем больше я об этом думаю, тем меньше вижу в этом смысла. Ящик заперт. В шкафчике ничего нет. Дверь заперта. Служебный распорядок. Газовая горелка. Так, отлично. Сифоны с порошком для тушения огня. Два пожарных костюма. Ага. Автомат для продажи еды. Дверь заперта. Шланг. Крышка прикручена крупными болтами. В ящике ничего нет. Ну, понятно. Окейшки. Лестница. Может быть, надо Софи? Или нет? Давайте шланг попробуем. Лестница сломана. О! Да, правильно. Молодцы. Внутри ящика кто-то сжег старые бумаги. Зачем? В ящике лежит старая печатная машинка. Винты, которые держат пластину, сильно проржавели. Но еще не настолько, чтобы снять их вручную. Нет. Горелка, наверное. На одном из листов бумаги написаны цифры 259153. Замечательно. 259153. Я, кажется, понял, в чем суть. Помните, там люк был? Вентиляционная шахта. Ну, люк не человека. Вентиляционная шахта, конечно же. Давай. Так. Сесть кодом замком. Какое число выставить на нем? Два, пять, девять, один, два, три. Что? А! Два, пять, девять, один, пять, три. Во! Ржавый ключ. Я, кажется, знаю. Здесь его надо применить, да? Ага, сейчас. То есть, надо вместе с ней идти. Там была дверь, но, скорее всего, она закрыта. Иначе бы там мы что-то могли, скорее всего, найти. Я так думаю. Отлично. Ржавый ключ мне больше не нужен. Может быть, надо на люка переключиться? Это было бы логично. Ну да, какой-то генератор. Слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Похоже, что здесь отключилось электричество. Аммм. И... Что надо сделать? Ну, там мы все изучили. Так. Так. Может быть, что-то не хватает? Не, к дому должно подходить электричество. По-любому, чтобы мы могли с вами проводку сделать. Крышка, прикрученная крупными болтами. А где же тогда тут... Возможность... Генератор починить? Не понимаю. Как-то странно. Может здесь? Да. Кто-то сложил здесь старые ржавые пилы. В ящике лежат сломанные грабли и другие куски разбитого садового инвентаря. В шкафу лежат коробки с гвоздями и шурупами. Ага. То есть опять у нас... Да нет, заходить-то сюда не надо было. Так. Переключаемся снова на люка. Давай. И опять 25. Хорошо, попробуем так все это сделать. Ага. Так. Вот. Ага. И в чем фишка? Неужели здесь как-то надо закрутить так? Хитро. Очень. Я не удивлюсь, если так оно и есть. А если так сделать... Вообще ни хера не понимая, что здесь происходит, как здесь это... Делать... Подготовить правильно. Нет, ну нелогично совершенно Непонятно Что непонятно, то непонятно Совершенно причем Окей Оказалось очень просто Итак, значит Одну штуковину Надо поставить Здесь Другую поставить надо тут Значит Далее Одну, по-моему, здесь Другую Тут Дирекс А, вот Это тут Шикарно вообще По-моему По-моему, так Да Что надо Что надо сделать Так Куда же ее нужно Присобачить Ага Прекрасно О Нормально Давайте попробуем Замечательно Замечательно Загородил Загородил весь проход Мне вот это количество Деревяшек здесь совсем не нравится Очень В ящике ничего нет В ящике ничего нет В ящике ничего нет Снова На генератор Горит сигнал Неисправности Может быть Я смогу Починить его Так Чем Инструментами Генератор Подает питание К лифту Прежде чем Начать ремонт Софи должна Пойти в комнату С лифтом Чтобы следить Заработал ли он Прекрасно Давай Иди же В комнату С лифтом Так Теперь лифт Должен заработать Лучше спросить У Софи Прежде чем Кто-то идет Там кто-то есть Быстрее А то он уйдет Тобиас Это его голос Так он и в самом деле здесь Пошел ты Это нормально вообще И как мне надо было Подвести Прям по щам дал Паром Это не есть гуд Это совсем не прикольно Ладно Тихо Тихо Надо как-то его заманить Это стремно Так Чувак Ну ты все время Туда попадаешь Замечательно У меня сейчас Сердце выскочит Ёла Это же было близко Ты что б тебя Ну-ка Что ж ты будешь делать Да с тобой Твою мать Вот вот и ты Что ж ты будешь делать Да блин Ладно Понятно Опять То же самое И мне это Совершенно не радует Потому что Сделано конечно Ужасно Эта сцена Вот эти скрипты Анимации Движения Как он попал по мне Понимаю По нашему персонажу По нашему герою Жуткая неприятная сцена Ничего не скажешь Ладно Хорошо Прекрасно Одно попадание Есть Еще Одно Что ж ты будешь делать Да почему Вот я не понимаю Вообще Вот это безобразие Какое-то Правда Ладно Значит надо было Просто Чуть подальше От него Отходить От этого Придурка Пололунного Ну да Замечательно И надо Не прыгать Тут с топором Со своим Отлично Это было бы Типец Все эти люди Тяжело больны Там В самом деле Был Тобиас Да Я думаю Да Все это Не случайно Софи права Я оказался Здесь Потому что Потому что Он хочет Отомстить Мне Но Но Почему только Сейчас Спустя столько Лет И Причем Здесь Этот Безумный Город Какой-то Абсурд Нужно Идти Там Может быть Еще Кто-то Из Да Уж Все в порядке Ты даже не спросил Заработал ли лифт Все хорошо Решил Я ничего не рассказывать Да А Тобиас Со стопором Дальше Я пойду Один Что Софи Пойми Я всего лишь Обыкновенный Трус Я уже Однажды Бросил Натали Если Ты пойдешь Со мной Рано или Поздно Я брошу И тебя Если Мне понадобится Предать Чтобы Спасти Свою Жизнь Я это Сделаю Лучше Иди Дальше Сама Ну Хотя Б Честно Все Сказал Я бы Сделал То же Самое Люк А Разве Хоть Кто-то Поступил Б Иначе И Разве Есть Хоть Кто-то Кому Я могу Доверять Нужно Быть Осторожный Даже Если Ты Кому-то Не Веришь Все Рано Это Лучше Чем Быть Одному Может Пойти Вслед За Ним Нет Лучше Не Буду А То Он Разозлится Он Был Очень Расстроен Мне Нужно Наверх Давай Ты же Умеешь Лазить Прекрасно Опа Тебе Понравилось Леона Спасибо Ты ведь Ненавидишь Меня Натали Я Нет Что ты Я столько лет Издевался Над тобой В школе А ты Даже Не Злишься На Меня Мы Ведь Больше Не Дети И Это Что Повод Все Забыть Не Жаль Ты Простил Меня Нет Я Тебе Не Верю Ты До Сих Пор Помнишь Об Этому Воображаю Что Вела Себя По Другому Пытаешься Представить Что Стало Со Мной И Тебе Тепло На Душе При Мысли Что Я Может Быть Стою Сейчас У Конвейера На Какой Нибудь Ваня Чей Фабрике Или Вышла Замуж Залкоголика И Целыми Днями Бегла Вокруг Троих Молодец Детей Разве Ты Не Жестокая Я Унижал Тебя Не Потому Что Ненавидела Просто Мне Это Нравилось Ты Слишком А ведь Ты Ты Хотел Стать Такой Как Марсель Тебе Тоже Живет Злой Двойник Где Ты Там Глубоко Внутри Нет Это Не Может Сара Я Только Вообразила Себе Ее Может Быть Я Вообразила Себе Вообще Все Беги Натали Они Нашли Тебя Ты Вправду Глупа Натали Почему Ты Не Свернул К Выходу Тут Ведь Только Подвал Все Еще Надеюсь Избежать От Чудовища Так Здрасте Приехали Так Что Ух Вырвал Ей Плечи Жесть Так А что Тогда Надо Сделать Кто Бо Объяснил Ой Понятно Что 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 Надо Буду Дождаться Пока Он Под Лампочку Встанет А потом Соответственно Бучка Его Отравить Это Ублюдка Да Понятно Да Я не Против На самом деле У него Пипец Радиус Просто Своими Взмахами Этими Дурацкими Понятно Ладно Так Что Что То С Этой Бочкой Не Так Блин Не Побегаешь От Него Особо Понятно Лысый Ублюдок А Как Как Его Под Лампу Вообще Подвести Я Не Понимаю У 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 Так Аккуратно Нормаль Так Хорошо Бегом От Него Просто Тупо Не Стоим На Месте Ни В Коем Случа Маньяк Ты Гребаный Аккуратно Ну Че Люстру Теперь Надо Наверное Он Боится Огня Аккуратно На улице Уже Светло Прекрасно В ближайшее Время Меню Будет Недоступно Это Снова Здорово Да Хорошо Эм И что Надо было Сделать Че Совсем Непонятно На этот раз Ее Просто Задушили О Прекрасно В коробочку Залезли Идиоты Пошли Вон Так Здесь Ничего Интересного Еще Один Часовой Видел Меня Нет Кажется Он так Увлекся Игрой Что Ничего Не Замечает Может Быть Мне Удастся Незаметно Пройти Мимо Нормально Меню Меню Снова Доступно Для Вызова Зашипись Давайте Сохранимся Так Ваза Внутри Вазы Ничего Нет Думаю Им Нелегко Будет Справиться С такой Тяжелой Дверью Ну Окей Замечательно Давайте Сначала Этот Ящик Проверим Может Быть Что Интересное Есть А Понятно Так Давайте Мы Сначала Тут Посмотрим Понятно Что Это Было Да Жесть Жестокая Ладно Кто То Из Канализации Утащил Походу А Там Сверху Эти Мужики Которые Гонятся За ней Понятно Понятно Совсем Не то Сделали Ну Окей Так А Куда Штарам Нужен Этот Ящик Немножко Не понимаю На На Воду Что Ли Ну Да Это Это Что Зажигалка Доска А Понятно Наверное Сюда доску Надо поставить Да Ага Несколько Хлопушек Нет Пока Давайте Знаете Как Сделаем Сохранимся И Теперь Уже Будем Использовать Клопушки Идиоты Ладно Сюда Дверь Заперта Дверь Заперта Дверь Заперта Опа Все Таки Успел Свалить Теперь Баба Ну Нормально Вообще Чертова Тень А Что Если У меня Всего Лишь Делирий Что Если Я Просто Вообразил Себе Этот Район И Всех Остальных Или Мы Действительно Пришли Сюда Кристина У нее Потом Несколько Дней Не Сходили Синяки Она Ходила С повязкой На руке Я Делал Вид Что Ничего Не Замечаю Но Конечно Знал Что Это Сделал Я Проклятие А я Часто Бил Е Зачем Мне Доставляло Это Удовольствие Наверное Я Болен На голову Почему Она До сих Пор Не Ушла От Меня У нее Были Для Этого Все Поводы Может Быть Она Меня Все Еще Любит Веришь Что Однажды Я Перестану Вот Дерьмо Там Никого Нет Место Какое Жутковато Пусто Заперто Здесь Когда Это Был Проход Может Молоток Нет Невозможно Хорошо Нас Какая Ни Кувалда Нужна Или Что Типа Того Вот Черт Сигнаризация Понятно Зачем Устраивать Такую Драму Из-за Пары Волосков В Раковине Там Была Совсем Не Пара Волосков Ну Так И Что Включи Воду И Смой Их Нельзя Так Делать Рано Или Поздно Они Забьют Тебе Сток Тогда Вытащи Их Оттуда Но Я Не Хочу Это Ж Отвратительно Почему Я Должна Терпеть А то Это Мой Дом Я Живу Здесь Так Как Мне Удобно Тебе Все Ясно В тот Раз Я Впервые Ударил Ее Я Помню Все Так Ясно Как Будто Это Случилось Вчера Она Долго Смотрела На Меня С Ужасом Потом Вышла Из Ванной И Заперлась В Спальне С Тех Пор Она Больше Не Жаловалась Мне На Пара Дешевых Порно Журналов Замечательное Место Для Складирования Порно Журналов Коробки Ничего Нет Более Того Район Порно Журналов Ай Коли Можно Использовать Надо Использовать Так А это Что За Тварь Эх Блин Да Хрен Тебе Народ Скотина Так Другу Нанесли Повреждения Ух Ты Шьет Так Сколько По тебе Бить Надо На Страшилище Какое Крышка Ящика Приварили Не смогу Открыть Наверное Та собака Мутировавшая Не удивлюсь Если так Оно и есть Так Внутри Ничего Нет Прыжка Ящика Приварена Банки С лаком И кисточки Фонарик Волоколепно В шкафу Ничего Нет Совсем Забыл Что мы Через окно Заходили Мы фонарик Взяли Да Вроде Бо Окей Чем-то Все Сейчас Напоминает Сален Хил Цепочки БДСМ Похожи На Смирительную Рубашку Древние Кандалы Стоп Нет Не сюда Судя По запаху Это Варева Стоит Здесь Уже Как Минимум Пару Лет Не удивлюсь Если так Оно и есть Твою Мать Издевайтесь Да Мать Тебе Древень Паршиво На Еще Раз На Хорош Так И что У нас Здесь Есть По Факту Неужели Мы сюда Зря Шли Не Сдвигается С места Какая-то Тюрьма Это Это Была Одна Из Трич Одноклассников Кристина Кристина Ты знаешь Я ведь Еще Сашкова На Тебе Западал Леон Ты Пьян Думаю Тебе Стоит Слушай Давай Давай ты Бросишь С твоего Дружка И Поедешь Со Мной Что Скажешь Марсель Что Я Вижу Ты Флярт С Каким-то Мудак Ком Ты Ведь Моя Девушка Не Смей Вести Себя Как Шлюха Мы Уходим В тот День Я впервые Увидел Что Какой-то Мужчина Подошел К ней Так Близко Я Был в Панике Боялся Потерять Ее С тех Пор Мы Никогда Не Ходили В Гости Я Даже Запретил Выходить Из Дома Без Моего Разрешения Человеческий Череп Интересно У них Тут Влечение Скелет Знакомый Инструменты Я часто Пользовался Ими Когда У нас Был Курс Патолого Анатомия В мешках Сложены Кости Так А здесь Да В мешках Сложены Кости Кусачки Давайте Замечательно Батарейка Крышка Ящика Приваренная Не смогу Открыть Ее То есть Батарейки Мы Скорее Всего Взяли Для Фонарика Понятное Дело Так А здесь Что Что Как-то Не хочу Идти К этому Лазеру Совершенно Нафиг Нафиг Это Все Очень Опасно Потрепан Руководство По Эксплуатации Какого-то Прибора Ржавые Инструменты Внутри Ничего Нет Может Может Если Выкрутить Предохранители Это Отключить Сигнализацию Стоит Попробовать Давайте Попробуем Да Нормально Слишком Темно Чтобы Что-то Разглядеть Похоже Что Электричество Отключилось Так А фонарик На Что Тебе Братень Где Фонарик Использовать В таком Случа Чуть Не Понимаю Давайте Может Попробуем Соединить Комбинировать Замечательно Теперь Уже Сюда Идти Какая Логика Странная На самом Древний Факсов Аппарат Коробок Спичек Ничего Кроме Пары Перегоревших Лампочек Такие Компьютеры Устарели Уже Лет Двадцать Назад Кажется Это Распределительный Щит Крышка Ящика Приваренная Я не смогу Открыть Его Слушайте А может Надо Порножурнал Жечь Или Порножурнал Тут ни при чем Вообще Блин Непонятно Так Заперто А что же Делать С этими Спичками Надо Я потому Что Совсем Не понимаю Не ну Как то Не открывается Блин Давайте Сохранимся А Понятно В чем Фишка Пусто В ящике Ничего нет Кроме Старых Перчаток Ничего Интересного Самодельная Бомба Ага Отлично Сейчас мы тогда Получается Стену подзарвем Эту дебильную Кирпичную И будет нормалек Совершенно Да Стой Так Комбинировать Невозможно То есть Все это Отдельно Надо было Спасывать Отличненько Просто Отлично Опа Проваливайте Или я вышибу Вам Последние Остатки Мозгов Правильное Решение Когда-нибудь С Кристиной Все закончится Так же Я сорвусь И забью ее До смерти За какого-то Пустяка Почему я так Боюсь Потерять ее Она что Принадлежит Мне Почему я считаю Своей вещью Я же не смогу Купить себе Новую Кристину Если старая Сломается Это место Здесь было Наше первое Свидание Мы сидели И я Я тогда Совсем Потерял голову От счастья Поверь Так будет лучше За что Я же вам Ничего не сделала Я не виноват Это Марсель Он сошел С ума И бросается На всех Почему все Хотят убить Именно меня Хватит Скулить Взгляните Только Какая Невинная Вечка И как Ты тогда Здесь оказалась Все Кто попал Сюда Заслужили Всегда С ними Одно и то же Такие важные Надутые Но ничего Не понимают Как же Я пойму Если Со мной Никто Не говорит Это Нас Не касается Сама Должна догадаться А если Я не пойму Тогда Останешься Здесь Навсегда Вы Все же Равно Убьете Меня Вы С самого Начала Хотели Этого Вы Не Отпустите Меня Мне Плевать Что с тобой Хотели Сделать Мужчины Я тоже Не Собираюсь Марать Об Тебя Руки Но Не Думай Что мы Будем Помогать Тебе Скажи Спасибо Что мы Не вызвали Остальных И За Это Тебе Следует Хорошо Благодарить Нас У Такой Богатой Дамочки Наверняка Много Денег Что Всего То Ее Шмотки Тоже Не Из Дешевых Должны Неплохо Стоить Снимай Я Не Что Именно Снимай Все Тень Это Ты Нет Наталья Я Не Тень Я Это Ты Но И Не Ты Я Та Кем Ты Хотела Стать Я Твой Злой Близнец Что Что Ты Хочешь От Меня Скажи Что Тебе Не Надоело Все Это Как Они С Тобой Обращаются Унижают Тебя Хотят Убить Я Знаю С Какой Радостью Ты Б Покончила С Этим Хочешь Помогу Тебе Это Легко Я В Состоянии За Себя Постоять Просто Поменяйся Со Хорошо Что Ж Друзья Давайте Мы Тора На этом Выпуск Завершим Надеюсь Он Вам Понравился Так же Как Мне Ставьте Пальцы Вер Добавляйтесь Подписчики Всем Спасибо За Внимание И Пока